Вследствие этого мы решили, что молчать мы не будем, поэтому сейчас очень большой интерес прессы к тем волонтерам, которые пострадали от нашего государства, от правоохранительных органов. Я готова ответить на все вопросы, там и по деятельности фонда, и по своей деятельности, там что будет интересно, потому что рассказывать могу очень много. Вот, и я надеюсь, что с помощью журналистов, я сама в прошлом журналист, мы все-таки сможем построить демократическое общество и правовое государство в нашей стране. Вот так коротко. Хочу представить Ирину Пилипенко, это руководитель фонда Save Life Together, у нас свела война, мы стали друзьями, вот, и Штаты, для меня в данном случае, в лице Иры, образец того, как работают фонды, и как общество это поддерживает, и как государство поддерживает работу фондов. Я хотела бы, чтобы Ира рассказала, вот, как это должно быть правильно, а потом мы вернемся ко мне, да, как это у нас происходит в стране. Да, добрый день, меня зовут Ирина Пилипенко, я являюсь президентом и соочередителем американского благотворительного фонда Save Life Together, Федеральная служба США, как и налоговая служба США, дала нам возможность официально собирать средства и официально помогать Украине, в том числе резидентам Украины, армии Украины, волонтерам Украины, медработникам Украины, полевым и стационарным госпиталям. Это один из первых пунктов в уставе фонда. То есть статус у нас публичный, нам не нужно доказывать и показывать свою прозрачность, нам не нужно делать, кроме финансовых отчетов, бухгалтерских отчетов, больше ничего. Достаточно просто посмотреть на наш идентификационный номер, ну, если это правильно перевести с английского языка на русский. Средства мы собираем за рубежом. У нас доноры не только американцы, но и люди из других стран. И это абсолютно нормальная практика для любой цивилизованной страны. Почему? В первую очередь это потому, что в моей стране, в стране, в которой я живу, в первую очередь ценят права и жизнь человека. То есть для любого гражданина Америки является абсолютно нормальным решить самому, абсолютно самому, кому, как, чем и в каком размере и как долго помогать. То есть для этого не нужно просить разрешения ни у кого. Как частное лицо я имею полное право решить для себя помогать своему другу или просто человеку, который нуждается в чем-то. Передав определенную сумму за год, в конце года, когда я отчитываюсь перед налоговой США, я об этом заявляю. Почему я говорю об этом? Я это заявляю. Значит, эту сумму вычитывают из заработанных мною средств. И уже на оставшиеся заработанные средства насчитывают налоги. То есть это говорит о том, что госбюджет США не получает определенную сумму денег в виде налогов. То есть я сама решила потратить эти средства туда, куда я захотела. Это абсолютно нормально. И я считаю это самым главным, самым главным показателем того, что в нормальной стране уважают право человека. Теперь немножко о фонде. Наш фонд имеет публичный статус. Поэтому, что бы мы ни делали и как бы мы ни решали, подотчетны мы только налоговой США, федеральным службам США и больше никому. Если возникают вопросы относительно нашей деятельности, наш донор делает запрос в бухгалтерскую компанию. В нашем фонде нету бухгалтера. Нас обслуживает большая бухгалтерская компания. Это абсолютно тоже нормальная практика для моей страны. И получают ответы на его вопросы. Вот и все. Волонтерство в Америке – это больше культура поведения общества. Это очень важно понимать. То есть мы все в нормальных цивилизованных странах защищены законом. Но важно не то, что мы защищены законом. Очень важно, что у нас есть права. Очень важно, что эти права ценят и уважают. Средства, которые получает мой фонд, опять-таки, не попадают в бюджет США. То есть я распоряжаюсь бюджетными средствами США. Я несу очень большую ответственность. Да, это большие риски. Это огромные риски. Я обязана следить за каждой копейкой, которая поступает. Больше того, я скажу, я должна смотреть, могу ли я принять этот доллар или этот цент. Но очень важным является, что я имею полное право сама решать, ну, естественно, посоветовавшись со своей командой, как и когда и в каком размере тратить эти средства. Это очень важно. Очень важно, что у донора есть такая возможность. Наш фонд на сегодняшний день состоит в крупнейших компаниях мира, таких как Google в списках фондов, которые существуют, благотворительные. Допустим, фонд помощи людям, которые болеют раком, фонд помощи людям, у которых диабет, фонд помощи армии Израиля, например. Вот, этому фонду уже десятки лет. И у человека, у любого работника этой компании, Google, Microsoft, Chevron, есть право глянуть на этот список и дать деньги конкретно в наш фонд или в другой фонд, который находится в списке этих компаний. После того, есть такая, у каждой из этих компаний есть такая программа. Ну, по-английски это matching program. Я не очень могу это перевести на русский язык, но это как бы совпадение. Matching означает. То есть, если работник этой компании дает 100 долларов на наш фонд, эта компания, Google, например, обязана дать 100 долларов на его 100 долларов. И мой фонд получит в два раза больше. В то же самое время, в то же самое время, этот человек не доплатит определенную сумму в виде налогов в бюджет США, точно так же в этот бюджет США не доплатит эта же компания. Я еще раз, я хочу просто настоять на одной вещи, что у нас за счет того, что любому гражданину разрешено выбирать самому, как помогать частным образом через фонд, через компанию, самому выбирать, отдавать либо это в виде налогов и дальше уже бюджет США распоряжается. Вы знаете, что бюджет США распоряжается, создает социальные программы, за счет этого живут пенсионеры, за счет этого живут и лечатся, и выздоравливают, я очень надеюсь, больные люди. Но если человек решил это сделать адресно, он имеет на это право. И я бы очень хотела, чтобы это работало так в этой стране. И вторая часть, я бы очень хотела всегда, когда мы идем публично, когда мы даем интервью или присутствуем на какой-либо пресс-конференции, я всегда говорю, наш фонд занимает такую позицию, и это очень важно понять. Мы не вмешиваемся ни в коем случае в политику любого государства, в котором мы ведем деятельность, благотворительную деятельность. Это очень важно понять. Наша основная задача, направление нашего фонда – спасать жизни. Поэтому он так и называется. Бюрократия, коррупция и все остальное – это дело рук народа каждой страны, в которую мы заходим. Мы не вмешиваемся в это. Что касается ситуации с Наташей. В первую очередь, Наташа уже говорила, нас свела война. Хорошо это или плохо, но я имею двух близких друзей. Это Наташа Хазан и Паша Хазан. Что очень важно, я считаю, что вы все должны обратить на это внимание. Я наблюдаю за волонтерским движением в Украине, если это можно так назвать. Оно мне не совсем привычно, потому что оно не очень похоже на то, что делается в моей стране. Тем не менее, эти два человека, мы знаем друг друга с начала войны. Я на сегодняшний день точно могу сказать, что это порядочные люди. Люди, которые по непонятным для меня причинам сегодня оказались в ужасно неприятной ситуации. Наташа, насколько мне известно, не является работником фонда. Для меня это вообще непонятно, почему претензии были в ее адрес. Это раз. Два, я бы хотела, чтобы вы все обратили на такой момент. В Украине очень много волонтеров. Очень много, я вижу это в соцсетях, и очень много известных волонтеров, очень много людей, о которых много говорят, о которых пишут и берут интервью, и все. Но я довольно часто бываю на фронте и разговариваю с ребятами. Так я вам могу точно сказать, что если мы посмотрим на соцсети и посмотрим на деятельность, и сколько говорят о Наташе и Паше в соцсетях, и я вам точно могу заявить, что они гораздо больше говорят на фронте. Я вернулась сюда, уже у меня было несколько поездок, и ребята говорят, почему Паша? Паша для них очень важный человек. Человек, который смог за полтора года предотвратить огромное количество смертей. Огромное количество. Паша проделал огромнейшую работу. самостоятельно, не просто давая какие-то распоряжения или выстраивая какие-то там, я не знаю, как это по-русски сказать, определенные там... Логистику. Логистику и все. Он непосредственно, сам бывает, его непосредственно знают ребята. И непосредственно сегодня, когда я была там уже несколько раз, ребята спрашивают, почему Паша? Почему Паша? Почему человек, который сделал, который сделал для них очень много? А ребята сегодня, ребята, это все, что есть у Украины, все, что есть у нас. Я Украина, я выросла здесь. Я здесь родилась и считаю это своей родиной. Это все, что у нас есть. И чем меньше у нас там останется ребят, тем меньше у нас будет возможности спокойно спать, спокойно жить, спокойно расти детей, спокойно строить нормальное общество.